шалом дорогие друзья мы продолжаем с вами нашу встречу мы поговорили немножко о воздаянии в этом мире и в будущем мире и я хочу еще напомнить и сказать вам кое-что то что связано с воздаянием есть очень хороший принцип который мы встречаем в писании который говорит о воздаянии для всего народа и как раз с буквы гимель начинаются эти два слова которые мы сегодня с вами рассмотрим с одной стороны это слово геуля это значит избавление или спасение с другой стороны слово гуля которое очень пишется похоже вы можете увидеть это на экране и гуля это говорит о изгнании когда народ был изгнан в диаспору и вот это вот как раз то наказание которое народ получал за свои грехи если народ целиком отходил от бога начинали поклоняться идолам связывались на племенниками служили другим богам то бог наводил царей наводил войны уничтожал храм разорял города и люди были забраны в плен это было гуля гуля это как раз слово которое начинается на букву гимель это то воздаяние которое получал народ с другой стороны народ всегда ждал ждал ожидал с великой радостью с великим ожиданием что придет какой-то спаситель спаситель мессия он как раз назывался гуэль гуэль это тот который избавит избавит от иго избавит от любого притеснения который будет править как царь в израиле это гуэль и вот эти вот два слова они также говорят о воздаянии для всего народа либо будет спаситель который избавит либо человек весь народ весь израиль все колена не будут изгнаны и вот господь сегодня в наше время он собирает из изгнания свой народ так как он обещал в писаниях потому что вскоре придет этот гуэль наш мессия ишуа и поклоняться богу как он заповедовал своему народу и все другие племена присоединяться к израилю чтобы почтить бога израилева вот эти вот два слова я просто хотел также о них немножко поговорить голя изгнание и гуэль спаситель я продолжаю дальше говорить о слове гмуль и в писаниях и вообще в израиле в иудаизме есть такое понимание которое называется гмелят хасадим гмелют хасадим это воздаяние добром это добрые дела это еще иногда говорят сдака когда ты кому-то что-то жертвуешь кому-то что-то передаешь это все так же перри происходит а вот от слова гмуль от этого корня гимель мем ламит гмелят хасадим и очень часто в молитвах например в шма израэль молитвы которые молятся по утрам каждый раз каждый день произносят и благодарят бога за то что он есть бог который великий милостью который милосердный бог который гумель хасадим рабим который много милостивый и вот это вот слово она не только относится к богу также бог относится это и к нам к людям это одно из самых важных значений буквы гимель чтобы каждый человек он мог давать милость и быть милосердным отдавать и жертвовать что то от себя вот этот гмелят хасадим она рассматривается иногда в трех значениях первое это когда человек может помочь другому деньгами денежное состояние один нуждается ты ему что-то даешь и ты его поддерживаешь когда у него есть минус или когда он пришел к тебе с прошением но не только о деньгах идет речь второй шаг или второй пункт это когда ты можешь человеку просто оказать какую-то помощь физическую помощь может быть кто-то переезжает и ты можешь прийти и помочь ему кто-то нуждается в чем-то в другом может быть кто-то болеет и лежит в больнице ты приходишь ты молишься за него ты навещаешь его это все относится к разделу гмелят хасадим вот в этом милосердии иногда это третье это когда человек может помочь даже советом каким-то по телефону что-то подсказать как лучше поступить куда лучше направиться что стоит делать а что не стоит это еще один из пунктов который находится вот в этом вот разделе и так мы можем помогать людям всегда и везде и разными способами и я хочу поговорить о одном вот из этом способе гмелят хасадим когда мы поддерживаем кого-то например финансово как это работает здесь тоже есть три уровня мы уже сказали с вами что гимель ее числовое значение 3 и вот здесь есть три уровня которые рассматриваются как нужно помогать человеку иногда ты можешь прийти кому-то и что-то дать пожертвовать ему для поддержки чтобы ему было лучше чтобы он мог устоять преодолеть какую-то финансовую свою проблему когда ты ему даешь он конечно доволен он тебя благодарит но что происходит после этого из этого происходит несколько вещей первое с одной стороны ты чувствуешь себя конечно удовлетворенным но ты немного возгоржешь гордишься собой ты начинаешь себя немного преувеличивать возвеличивать над этим человеком следующий раз когда вы с ним вместе встречаетесь ты смотришь на него свысока а он чувствует себя ущемленно немного он чувствует себя обязанным и ему может быть даже от этого неприятно конечно положение разрешилось все хорошо но вот это вот чувство которое есть между вами ты чувствуешь себя над ним он чувствует себя под тобою он чувствует себя обязанным это не всегда приятно и каждый раз когда вы будете встречаться он будет себя чувствовать так он будет должен тебе будете чувствовать должником это первый уровень когда мы можем давать вот такое вот милосердие и помогать. Есть другой уровень, который говорит о третьей личности. Это опять-таки цифровое значение буквы Гимель. Когда ты приводишь другого человека, и ты говоришь, вот, возьми вот эти вот деньги и передай вот этому человеку. Я знаю, что он нуждается. Передай ему, но не говори, от кого это. Что происходит? Происходит другая ситуация. Тот человек, он получает деньги, он не знает, от кого это получил, ему уже облегчение, он знает, что ему кто-то дал, но он не чувствует себя сломленным, он не чувствует себя кому-то обязанным, потому что он не знает, кто вручил ему эту сумму. Он живёт спокойно и дышит спокойно. Когда ты с ним встретишься, он не будет себя чувствовать обязанным тебе, потому что он не знает, что ты ему дал эту сумму. Но с другой стороны, ты будешь знать, ты будешь опять возвеличивать себя, ты будешь внутренне думать, вот он мне обязан, вот я ему дал, он мне должен. Это второй уровень вот этого гмелядха садим, вот этой вот сдаки, вот этого пожертвования. Это хорошо, но это не самый лучший вариант. Есть третий вариант, который говорит, что ты берешь опять-таки третье лицо третьего человека, и ты говоришь, вот у меня есть сумма денег, я хочу, чтобы ты ее передал тому, кто нуждается, но не говори мне, кто это. И тогда третье лицо, тот, кому передали деньги, он получает эту сумму, и он довольный, его положение выстраивается, он загладил свои долги, он чувствует себя хорошо, он не чувствует себя обязанным никому, потому что не знает, от кого получил. И с другой стороны, ты чувствуешь себя радостным, ты сделал великое дело, ты пожертвовал, но ты не знаешь, кому, ты не можешь возвеличиваться ни над кем, потому что когда ты встретишь этого человека, который получил от тебя сумму, ты даже не будешь знать, что он что-то от тебя получил. И вот это вот третий уровень, который считается самым лучшим, самым сильным и самым правильным. Три уровня, которые говорят как раз о цифровой значении буквы Гимель. Но здесь есть еще что-то очень особенное, и вот здесь как раз приходит еще одно значение, или еще одно толкование буквы Гимель, которое также происходит от этого корня, это Гмеля. Гмеля — это когда ты отрезаешь человека, когда он что-то оставляет. Например, человек, который страдает от наркотиков, его посылают в реабилитационный центр. И на иврите реабилитационный центр называется Бейт Гмеля — дом реабилитации. То есть Гмеля — это то место, где его отучают от зависимости, его просто отрезают как будто от этих наркотиков. Это и есть слово Гмеля. Другое слово, что, например, в Писаниях очень часто мы это встречаем, когда ребенок рождается, мать его кормит молоком. Когда он подрос и перестал питаться от груди матери, он не Гмаль. Он как раз прошел вот этот вот процесс Гмеля. То есть он оторвался от нее и стал отдельно. А почему я об этом говорю? И каким образом Гмеля вот этого вот, она связана с тем даянием, которое дает человек? Есть еще самый высший уровень вот этого Гмеля Дхасадим, когда человек не просто помог кому-то, но он поступает немного по-другому. К тебе кто-то приходит и говорит, послушай, друг, послушай, брат, у меня тяжелое положение, меня уволили с работы, и мне нужна какая-то сумма, чтобы как-то покрыть мои долги. Я не работаю, я сижу и не могу кормить свою семью. С одной стороны, ты можешь дать ему 100 шекелей, 200, 300, или рублей, или долларов, неважно сколько, через три недели или через две недели он придет к тебе опять, ты можешь ему еще раз дать, потом он придет опять, и ты можешь еще раз дать. Но его положение от этого не меняется, у него до сих пор нет работы, и он нуждается в деньгах. Поэтому более высший уровень – это отрезать человека от себя, каким образом это происходит и что это значит. Это когда ты говоришь, ты знаешь, у меня есть знакомые, у меня есть кто-то, кто работает в очень хорошей фирме, он там директор, я могу у него узнать, и может быть, им нужен работник. И ты звонишь своему другу, и ты просишь и говоришь, вот, у меня есть человек, который ищет работу, хочет работать, у него тяжелое положение, помоги. И получается так, что ты устраиваешь его на работу. Вот этот вот уровень, он намного выше. Это когда ты не просто дал ему что-то одноразовое, но ты помог исправить его положение, потому что твое одноразовое подаяние, оно не исправляет его ситуацию. Нужно лечение корня, нужно исправить проблему в корне, чтобы ее не было. А когда мы что-то только даем, мы не исправляем проблему, мы ее заглаживаем, мы ее лечим на время. Но если ничего не делать с корнем, то проблема остается. И поэтому, как говорят иногда, что если тебя кто-то просит рыбы, ты дай ему удочку, чтобы он мог научиться и сам стал ловить рыбу. Вот это вот самый высший уровень даяния, благодеяния, когда ты можешь помочь исправить человеку его проблему, исправить его ситуацию. Вот это вот самый высший уровень. И вот он как раз говорит о слове «гмеля», когда ты его отрезаешь от зависимости, от зависимости той, когда он у кого-то что-то просит и в чем-то нуждается. Потому что если его положение исправилось, он больше не имеет нужды, чтобы просить, чтобы унижаться и умоляться. И вот об этом как раз говорит слово «гмеля». Также слово «гамаль», я думаю, это мы говорили, что это верблюд. Гимель, гамаль очень схожи, тот же самый корень. Он также происходит от этого слова, потому что почему верблюд, почему значение это там? Верблюд, он очень долгое время может не пить воду. Он как будто напился один раз и отрывает себя от этой воды и идет по пустыне. Он может долгое время терпеть. Он оторван, отрезанный от этой воды. И это также происходит от этого слова «гмеля», «гамаль». Сама буква «гимель», мы сказали, что означает также и мост. Почему мост? И что она связывает? Мы говорили, что, например, «алев», первая буква алфавита, она говорит о единстве Бога. «Бет» она говорит о его разнообразии в этом мире. А «гимель», оно связывает и то, и другое вместе. Когда оба становятся одним целым. С одной стороны разнообразие, с другой — его целостность. И оно становится в единстве чем-то очень особенным. Мы читаем про Адама и Хаву, Еву, что Бог соединил их. И написано, что оставит муж родителей своих и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Вот это вот соединение, это как раз говорит о единстве, это говорит буква «гимель», что двое из двоих происходит что-то одно, происходит что-то общее уединение. И есть такое место в Писании, где написано, что веревка, скрученная втрое, не порвется никогда. Речь идет о человеке, муж, жена, когда они вместе. Когда среди них находится Бог, то вот этот вот круг, он замыкается. Это целостность — три. Цифровое значение буквы «гимель». И тогда эта веревка, этот союз, он не порвется никогда. Это слово «мост» как раз то, что связывает, то, что соединяет. Гамли — мост. Еще я бы хотел сказать, что на букву «гимель» происходит еще два слова. Мы говорили об этом в прошлом уроке, о воздаянии. И «ган-эден», то есть «эдемский сад» или «рай», то, что мы называем, это «ган-эден», он происходит с буквы «гимель». С другой стороны, его противоположность, гееном, или то, что мы называем адом, оно также происходит с буквы «гимель». Это как раз вот те два места, в которые может попасть человек. Либо быть с Богом, быть в раю, или быть в геенном, в геене огненной и гореть вечно. Буква «гимель» говорит нам вот об этих двух вещах. Субтитры подогнал «Симон»!